Привет! С вами Game Club Pub. Полчасовые ренты на самые разные темы и немного игровых новостей. Раз в неделю мы обсуждаем всё самое важное из того, что произошло за последние 7 дней в игровой индустрии, и стараемся не унывать. Меня зовут Николай Лапко. А меня зовут Николай Третьяков. Это подкаст Овертайм. Всем привет, с вами снова Овертайм. С вами Коля Л, Коля Т, и сегодня в гостях у нас Денис Блич. Денис, привет! Привет, Денис. Здравствуйте, друзья! Вот, Денис, если кто не знает, а наверняка вы не знаете, это известная в Беларуси медиаличность, скажем так. Вот, раньше он был главным редактором нашего местного, главного портала, скажем так, Onliner.by. Вот, и вообще он занимается очень-очень многими проектами. Теперь, насколько я знаю, в основном, ну, зарабатывает там консультациями всякими, да, и ведет блог, и твиттер, и все такое. Вот, а Артекс, или уже, или я старое интервью... Уже закончился Артекс, поэтому там я больше не работаю. Ну, то есть, я там не то, чтобы работал, я там был в том числе консультантом в течение двух с половиной лет. Вот. И если вы хотите... Ну, не надо читать старое интервью, то есть надо их читать, но надо смотреть это, насколько... надо смотреть их срок давности. Быстро все меняется, поэтому сейчас я абсолютно в свободном плавании, но работы у меня хватает. Вот, если кто хочет подробнее узнать, заходите на сайт BlitchBuy, ссылка там будет в описании. Денис, скажи, пожалуйста, это ты ведь ездил в Молодечно, чтобы бургеры поесть? Попробовать. Поесть бургеры, но мне не стыдно за это. Нет, я говорю, что мне очень понравилось. Мне очень нравится в белорусах патриотизм. То есть, именно это проявление патриотизма, куда-то проехать за 100 километров и вкусить там мясо между булок, потому что, например... Ну, я не хочу, конечно, я не хочу гнать на Москву по привычке здесь. Ну, Коля знает, ты не знаешь вообще. В общем, но я не могу себе представить московского журналиста, который поедет в Серпухов или в Коломну бургеры есть. Но я могу ошибаться, но... Или, например, в Петушке по бургеру. Ну, как бы на Ютьюбе там есть несколько каналов, где люди вот тоже занимаются чем-то подобным, в том числе и в России. Мне кажется, что немного безбашенных людей хватает, в общем-то, везде. Концентрация, наверное, одинаковая. Гастрономический туризм или что-то в этом духе. Но я каюсь, я посмотрю. Я вот... Сидеть дома, поэтому... Если на улице зима, то особо не погуляешь там где-нибудь по каким-то местам. Поэтому, ну, была бы такая вот идея, но вот съеду. Я вот из Молодечной и до сих пор как бы не попробовал, потому что люблю дома сидеть. И был... Вот реально, там очень настолько необычные, как бы, бургеры. Казалось бы, ну, такая достаточно прозаическая штука, но местные парни делают что-то абсолютно невероятное. Это именно местные парни или это венесуэльский иммигрант, который... Он все настроил, как бы, то есть он сделал рецепты, он разработал соусы, причем в основном все это сделано из местных продуктов, из белорусских. Вот. Но сам он за плитой не стоит, за плитой стоят местные молодеческие парни. Набирают экспертизу, что очень хорошо. Да, все верно. Потом и в Минск переберутся, будем надеяться. А вскоре они будут и в Минске. Инсайт, инсайт. Ну да, да, потому что... Инсайт, там уже... Можно вспомнить случай Миража, который там как люди шепчут, он какие-то фантастические деньги зарабатывает. Где они действительно, если там подойти к Миражу, который на Комаровке, на Задах, то к другим всем этим шаурмичным очередям не стоят, а там даже в полдесятого вечера там 6-7 человек. Если лето, там, конечно, может быть очень много людей, да. Ну, даже это еще не было. Лето это было, по-моему, вот начало апреля это было, то есть довольно-таки прохладно. Тем не менее, люди терлись там, а вот как важно себе создать некую репутацию и придерживаться. Миража вкусно. Тут уж как бы поспорить сложно с этим. У них какой-то там волшебный соус тоже. И у них, по-моему, филигранная громовка начинки и всего такого, поэтому... Ну, аж слюли текут. Вот, ну я лично, да, я предпочитаю Гирос, потому что у меня поджелудочная, она очень сильно капризничает из-за того, что если наесться чего-то такого жирного и сального, хотя бы немного, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы Гирос был доступен. Ну, Гирос это более-более пресная шурма греческая, на самом деле, а если просто жарить. Да, и так мы... Коля, давай, Коля, заряжай там. Ну да, можно сказать Денису, о чем мы тут вообще, чем это занимаемся, вкратце, быстро. Game Club Up, это такой проект Николая и второго Николая, и был еще там Александр, но Александр, к сожалению, нас покинул пока. Но он редко, очень-очень-очень редко заходит в лицо. Да, любительский проект, в котором мы тут рассказываем, в основном об играх, но, насколько я знаю, Денис в игры особо не играет, да? Я помню, когда-то давно... Да, мне кажется, даже не особо, как бы вообще. Нет, но когда-то давно ты там писал про Angry Birds на телефоне играл и так далее, да? А, нет, ну, конечно, такие мелкие там игрушки на смартфоне, конечно, играют. Но за компьютером я не сижу, не играю за компьютером вообще. Вот, поэтому в основном у нас разговор будет об играх, но не... Ну, в смысле, как? Интересно узнать о том, как вот бывший главный редактор онлайнера, да, относится к игровой журналистике, да, и так далее. Если это можно ли назвать журналистикой, все такое прочее. Вот. Мне на самом деле сложно ответить на этот вопрос, потому что я никак с ней не пересекаюсь и не представляю, что там больше, чем рецензии бывает, и бывает ли что-нибудь еще, как бы, да? То есть мне сложно ответить на этот вопрос. Но в любом случае, все, что написано в средствах массовой информации, конечно, это журналистика. Почему нет? В журналистике много жанров, и там рецензии, в том числе, это тоже, как бы, жанр, который имеет полное право на существование. Вот. Поэтому отношусь я, как бы, ну, нормально. Есть потребности у людей, значит, соответственно, появляется предложение, то на чем держится весь наш, в общем-то, мир. Ну, я думаю, считаю, что сейчас очень многие обрадуются. Ты, как сказать, попростил, да. Черт, я надеялся, что сейчас Денис скажет, да, ну, это у вас не ж... Ну, и как бы у нас не начнется конфликт какой-нибудь. Мне кажется, что очень разумно. Нет, на самом деле, я тоже, кстати, я согласен с Денисом. Я считаю, что это все равно журналистика, потому что в противном случае начинаются... Обычно это в российской провинции случается, там, вопросы, кого принимать, кого считать журналистом, кого принимать в Союз журналистов. То есть, одни из самых смешных, там, вот этих вот заметок, это как там, вот, как меня принимали в Союз журналистов, там, в Пскове, там, какая-то барышня написала. Я не участвую в Союз журналистов, в Викторе Заветов. Потому что, да, ну, если ты пишешь там где-то, то, в принципе, ты журналист. Вот, и как бы, а что касается, да, рецензий, там еще есть куча очень, там есть, так сказать, самые мясные, на мой взгляд, материалы. Это превью, потому что они не подразумевают ответственности. И интервью там можно, от души там можно навалить того, чего там, подогреть интерес, рассказать про то, чего потом в итоге не будет и тому подобное. Так что там, на самом деле, там много там всего. Так же, новости они, как это сказать, позволяют. Может, какая-то чисто журналистская работа, это что-то узнать, о чем-то рассказать первым. Репортаж, да. Вот здесь две важные... Сливы, сливчики. Два важных отличия, потому что игровая индустрия, она, мне кажется, по сравнению с другими, там, с индустрией кино, ну, не знаю, фастфуда, там, любой другой практически индустрии, она гораздо более, ну, засекреченная. В студии очень редко, ну, они рассказывают о своей внутренней кухне, то есть все вот эти интервью, все репортажи из какой-то конкретной компании, они всегда очень тщательно, ну, проверяются пиаром и так далее. Поэтому... Ну, так сложилось. Ну, вот. Ну, не всегда, но тем не менее, да, бывают, конечно, контролируемые утечки и тому подобное, именно из-за закрытости, то есть, да, там, контролируемые, эксклюзивные, но иногда выпадает что-то такое, в общем, то, что не планировалось и, в принципе, жить можно. На самом деле, мне, конечно, кажется, что в «Агражуре» очень много нытья, вот, то есть никто не хочет быть как Флетч. Понятно, что Флетч – это персонаж романов и пары дурацких фильмов, то есть никто не хочет там прятаться в помойке 6 часов, а потом там лезть через заднюю дверь там куда-то и т.д. и т.п. Ну, тем не менее, просто это делать, то есть не хотеть, когда ты можешь писать рецензию себя из дома и, ну, и новости писать о себе из дома. Тем не менее, да, можно устанавливать контакты с работниками студии, вынюхивать и так далее. Но здесь еще, конечно, такой момент, что, в принципе, помимо того, что игровой журналист, он не очень любит задницу свою поднимать, ну, в целом, не очень любит. Да. Он еще зачастую себя видит в качестве игрового пиарщика в будущем, поэтому такие вот карьеры человека, который там как опоссум прячется там в дампстере и потом куда-то лезет, это закрывает путь в игровой пиар, конечно, во многом. И, в принципе, ну, здесь тоже можно понять, а так как все-таки изолированная и специфическая эта область, но куда-то... Начинать новую карьеру не всем очень хочется, поэтому по-человечески это все понятно. Да, собственно, второе большое отличие, тоже, на мой взгляд, ну, наверное, объективно заключается в том, что основные рекламодатели в игрожурских изданиях это, собственно, ну, производители игр, издатели игр, ну, разработчики и так далее. И постоянно, ну, насколько я себя помню, там, с игровой индустрией, игровой журналистикой был знаком, все всегда стараются как-то балансировать на грани вот этого конфликта интересов, и мало кто почему-то старается искать, ну, деньги на стороне, то есть иногда рекламируют, например, железо там компьютерное, но редко на каком сайте встретишь рекламу, не знаю, ну, фастфуда, опять же, того же. Ну, фастфуд, ну, не знаю, мне кажется, что, вот, например, отвратительные мужики, они же мутили там с бургерами какие-то дела, но так, если посмотреть, то, в принципе, когда, я не знаю, какая... Надо сейчас посмотреть на Канобу, по-моему, достаточно разнообразная реклама, но вот что интересно, мне кажется, что, когда реклама становится неспециализированной, то и у сайта и контент, он там идет, у кого-то там твоя любимая парнозвезда, но мужички, они пишут, есть такое дело, да, Канобу пишет про репчик, и, в общем, как-то так. Ну, это уже, вот именно что, этим занимаются те издания, которые не только, уже далеко не только про игры пишут. Ну, если нужен тоже, это такое дело, если нужен, конечно, трафик, то нужно заниматься, потому что, ну, там, себя позиционировать как развлекательный портал, вот потому что, по мере того, опять-таки, как игры становятся этим таким... все более развлечением для широкого круга, вот Денис удивительный человек, что он не играет. Ну, вот сейчас мы будем запытываться к Денису. Да, принадлежит к поколению значительно моложе сорока, судя по времени окончания университета, и не играет, это уже скорее странно. Значительно, мне 37-й год идет, вот. На самом деле, я играл, когда был там студентом, например, я, конечно, играл много в игры, вот, но дальше университета это дело не пошло. Вот как-то у меня совсем нет никакой тяги к компьютерным играм, хотя вот мой старший сын, конечно, зависает регулярно. Ну, там с детьми-то, оно понятно, но... Ты хоть сериалы-то смотришь или ты работаешь бесконечно? Сериалы не смотрю, вот, но я смотрю художественные фильмы, по-моему, не так, наверное. Да, то есть я постоянно в соцсетях вижу, как Денис посмотрел этот фильм, потом сразу следующий. Ну, то есть очень много, я знаю, смотришь кино. Почему бы... То есть, ну, я так понимаю, что найти время там на какую-то игру, да, проблем особо и не будет, да, например, если захочется. Конечно. Если бы хотелось, я бы, естественно, поиграл во что-нибудь. У того, как бы, на компе куча всего там есть, ну, я как-то сел, поиграл какие-то кораблики, которые стреляют друг друга. Ну, затянуло на 10 минут, ну, и отпустило. Ну, просто... Мне кажется... Я проси, пожалуйста, хочешь перебиваться. Вот оно в чем дело, потому что Денис рационально, то есть, расходует время. Он смотрит полнометражные фильмы, но не сериалы, потому что сериалы чудовищные таймсинг. И игры, они, в принципе, то есть, пользователь игр, это скорее зритель сериалов, потому что как-то сериал, вот я за каким-то чертом, я посмотрел на Нетфликсе «Затерянные в космосе» 10 серий, наверное, по часу. То есть, можно посмотреть где-то 5 полнометражных фильмов за это время и каким-то образом там просветлиться. Вот, и, в принципе, игры, они по затратам времени такие же, потому что сел там в какую-нибудь Европу универсалис или «Ведьмака», и все, и где-то это вот эти 10 часов это и будет тоже там за выходные. Хочу сказать важный момент, что у меня есть такая особенность, наверное, психики, я очень легко подсаживаюсь на всякие штуки. Я боюсь, что если я включу сериалы, то я могу на это дело подсесть. И не то, чтобы я всерьез об этом прямо думаю, но как бы ощущение вот именно такое. Плюс меня очень напрягает длительность, конечно, этого всего. Это очень долго, и как бы прохавать одну такую вселенную за 10 часов – это очень много, это очень нерационально. Поэтому, да, я предпочитаю что-нибудь покороче. Ну вот наша работа тут, работа в кавычках, потому что мы тут особо как бы… Не то, чтобы много этим занимаемся и долго, но в любом случае… Ну, Коля скромничает, Коля пишет видео. Ай, успокойся, раз в неделю и так далее. Это совсем не то, что можно было бы делать. Неважно. В общем, наша работа заключается в том, чтобы людям рассказать про совершенно разные игры, потому что индустрия, она за последние, не знаю, ну, 20, допустим, лет, она расширилась просто невероятно, и она, в принципе, может удовлетворить потребности любого человека. То есть, если у него, допустим, есть час времени или там 10 часов времени в день, или даже типа полчаса в неделю, например. Вот. Последние, например, годы, да, есть, ну, не то, что появился, наверное, появился жанр так называемых волк-симуляторов ходьбы, короче. То есть, в игре там тебе нужно нажимать кнопочку вперед, персонаж как бы он идет, туда-сюда поворачивает, а общается там с другими персонажами. Ну, может, иногда нужно нажать другую кнопочку, там что-то использовать. Вот. Не практически думать ни о чем, ну, то есть, о том, как игру пройти не нужно. Ну, и тебе показывают историю, там, длиной в пару часов изнутри. Вот. То есть, ну, не то, что вот как фильм, но ты можешь камерой крутить, да? Я понял. Прикольно. И я думаю, вот такие эти можно... Ну, то есть, если фильм занимает пару часов какой-нибудь хороший, то и, вот, например, игра называется Firewatch, позже надзора, ну, в общем. Про рейнджера в одном американском... Ну, не заповеднике, а как это? В национальном парке. Вот. Тоже она занимает пару часов, и там история такая довольно взрывная. Ну, то есть, она получила огромное количество наград, и вполне могла бы быть фильмом, наверное. Я понял. Ну, мне нравятся гоночки еще всякие. Там иногда как-то приходилось, даже уже после университета, там, играть в такой момент Need for Speed, и это так увлекало какое-то время, и вроде было интересно. Но вот я сейчас сижу и думаю, может, действительно поставить какую-нибудь гонку, как-нибудь поиграть. Ну, гонки уже могут завлечь на долго, поэтому... Я вот... Да. Собственно, еще хотел поговорить насчет Nintendo Lab, потому что это такая уникальная штука. Вот ты знаешь, что такое Nintendo Switch? То есть, консоль. Я не знаю, что это такое. Единственное, что я знаю про Nintendo, это вот сумасшедшая игра, когда все ходили по улицам за... Окей. Ну, в общем, Nintendo Switch это такой планшет, только к нему слева и справа подключаются такие небольшие... Называются Joy-Con'ы, и, в общем, на них кнопочки физические. И джойстики. И, собственно, на ней выпускают там обычные игры. Это и портативная консоль, и консоль, которую можно к телевизору подключить, но это как бы отдельно. А вот два дня назад Nintendo, она сама выпустила такую штуку, которая называется Nintendo Lab, и это просто набор картонок, которые к тебе приходят в такой большой коробке, и ты их сам по схемам складываешь, как-то разрезаешь, и у тебя там получаются всякие игрушки, ну, очень разные. То есть, например, сделается из картонки какой-то корпус, к нему подключаются, ну, не подключаются, а вставляются эти вот Joy-Con'ы, которые по бокам от планшета, и в этих Joy-Con'ах есть вибромоторчики, которые заставляют этот корпус, как бы такой небольшой робот получается, он ползает по столу. Или там гораздо сложнее есть штуки, например, можно целое пианино, ну, там небольшое, окей, пианино сделать. И это позиционируется как, не только как для детей, а для тех, кто еще ребенок в душе. Вот. Мне тоже кажется, это не мое, не знаю, не знаю, что сказать. Именно, именно для... Вот, опять же, ты со своим сыном мог... Сколько у тебя сыну лет? 13. Вот, вполне, вполне, я думаю, это могло бы... Мне кажется, уже медленно выходит уже из этого возраста. То есть, Nintendo... Он в мир Counter-Strike, поэтому... Ну, это тоже, конечно, да. То есть, я где-то, где-то... Где-то приблизительно вот думаю, что Nintendo... Вот у меня когда друг спрашивал, у него дети были... Ой, 9, 6,6, по-моему, в тот период. И вот я сказал, что однозначно там бери Nintendo Wii, потому что это вот самая там золотая там зона возрастная. Но 12, мне кажется, это уже скорее это там PlayStation или что-то в этом духе. Или Xbox, я не настаиваю совершенно. Ну, или просто компьютер. Ну, я смотрю, о популярности PlayStation во всяком случае, я не знаю, как в Беларуси, но в России можно судить о том, что Роскомнадзор ругают в связи с тем, что нельзя там на PlayStation получить доступ в сеть. То есть, к серверу, с сервером связаться нельзя. То есть, никто еще из-за Xbox не ругался. Из-за PlayStation, не знаю. Но, наверное, у меня не очень такая населенная лента. Человек 5 уже там покрыли. Жарова. Я вот не знаю вообще, кто нас может послушать в России. Но вроде люди слушают там теперь. Вот у нас в основной, в принципе, аудитория там. Но все уже поставили себе VPN. Ну, у нас прошаренная аудитория достаточно. Да, то есть, все это вот... В общем, извините. Давай, Николай. Ты же написал вначале... Готов отвечать на ваши вопросы. Да, давай, Николай. Вначале ты там написал вопрос. Да, я... Вот что... Онлайнер все-таки очень интересное явление, потому что вот в ЕКБ там у них сайт есть, по-моему, Е1. Вот такой сайт моего города. Город очень большой. И он занимается всем. Но здесь сайт, мне кажется, целой страны, потому что, во всяком случае, недвижка-то про всю страну, целой страны. И каково вообще вот быть? Я совершенно не представляю себе объем работы. Мне кажется, он несчислимый. Во-первых, нужно быть, если ты главред такого сайта, то есть, ну, главный сайт моей страны, который покрывает, в принципе, все. То есть от электронной коммерции до самых свежих новостей. То есть и наоборот. То есть нужно быть компетентным в очень разных областях. Нужно контролировать очень разное направление работы. Нужно поддерживать какие-то связи с людьми, которые там, ну, представляют совершенно, там, не знаю, от деятелей культуры, да, так скажем, коммерсантов. Вот. И скажи, пожалуйста, как это вообще удается? И это совместимо ли с жизнью такая нагрузка? В принципе. Дело в том, ну, во-первых, как бы, в Дорусске два больших сайта. Тутбай и онлайнер. Онлайнер поменьше, чем Тутбай. Но во время, когда я работал, мы были на наименее большом удалении друг от друга. Вот. Сейчас разрыв опять увеличился. Но не в этом дело. В общем, просто восстанавливаю справедливость. По поводу работы на управление редакцией и возможности, вернее, необходимости быть во всем компетентным и держать руку на пульсе, на самом деле это не так сложно, как может казаться, потому что я всегда себя сравнивал с дирижером оркестра. То есть оркестр играет, каждый на своем месте, но дирижер тоже нужен, потому что без него будут проблемы с ритмом и так далее. У журналистов моих и сейчас, и тогда всегда была большая самостоятельность. То есть они, в принципе, многие темы, идеи генерировали сами. И вот онлайнер как раз-таки был тем ресурсом, и сейчас остается им, который больше генерирует идеи, чем пишет о том, что происходит в стране. То есть концепция немножко отличается. Конечно, там есть новости, конечно, там есть очень оперативные новости, но многое из того, на чем онлайнер делает себе кассу, это именно эксклюзив какой-то. Это вот, давайте придумаем идею, давайте под идеей найдем героя, из героя вытащим хороший текст, ну и вот на этом, в общем-то, онлайнер как бы всегда и рос. Ну, само собой, связи, все такое были и есть. И у меня записаны в книжке тысячи фамилий, и многих, я знаю, очень личных людей. Ну, я всегда чувствовал себя органично в этом, никогда у меня прям таких вот, голова не кипела. Хотя, конечно, уставал я больше, чем сейчас. Понятно, понятно. Ну, блин, я, конечно, завидую, в плане того, что, как сказать, если вот работаешь журналистом на онлайнере, допустим, на Тутбай, или еще где-то в Беларуси, у тебя очень много, ну, действительно, большое поле для работы и для генерирования вот этих идей. А если ты... Ну, и у нас нету, поэтому, собственно, в Беларуси никаких вот отдельных там игрожурналистских ресурсов, потому что у нас можно писать о танках и, ну, может, еще парочка небольших студий и все. У нас как-то... Ну, люди же играют в игры разные, почему только танки. Можно писать про разные игры. Нет, я имею в виду, у нас не делают очень много игр в Беларуси. А если, да, можно найти людей, которые, ну, играют в игры, но те, которые делают, потому что, если ты живешь в Лос-Анджелесе, то там, ну, так, сотня студий, можно очень много с кем пообщаться гораздо более плотно. Ну, конечно, я понимаю вопрос, что если бы вдруг в Беларуси вылуприлось какое-то там издание, чисто направленное на игры, то у них были бы проблемы с контентом, со свежестью этого контента, с идеями. Но нет ничего невозможно, на самом деле. Все-таки то, на кого направлен этот контент, это обычные люди, они играют в обычные игры, произведенные где угодно, и можно по-разному подходить к вопросу освещения всей игровой индустрии. Не только писать там, рецензии, например, на игры, но и что-нибудь придумать еще. То есть этот вопрос генерации как бы идей вокруг какой-то тематики. Нет, ну естественно, форматов в игровой женастике огромное количество. У меня когда-то там была бабушка, бабушка 80 лет, которая играет, что-нибудь. И про таких писали, да, напомню, на Катаку есть такой один большой западный сайт, вот, и там рассказывали про женщину, там, ей лет, по-моему, под 90 было, и она играла в и Counter-Strike в том числе. Я как бы, ну то есть, ну тут вертеться можно, хотя сама тема игр на таком популярном сайте, например, как онлайнер, она, конечно, очень нишевая, и много аудитории она не соберет, потому что, потому что, потому что... Ну вот смотри, тоже интересный вопрос, потому что уже давно ну, наверное, больше 10 лет назад, я не могу сказать точно, но давно, по меркам, там, не знаю, медиа и так далее, игровая индустрия по деньгам во всем мире, она давно переросла индустрию кино, и кино, понятное дело, ну, как бы, ты не зайдешь в комментарии к рецензии на кино и скажешь, о, кто-то там смотрит кино, вы что, дураки, что ли? Вот, но всегда, когда я захожу в комментарии к рецензии на онлайне, там очень много людей, которые пишут, а я в игре не играю, что вы тут вообще, ну, что вы тут вообще устроили, зачем это надо? И, ну, как вот перебороть этот, этот, ну, не знаю, ну, вот, это отношение людей. Ясно? Я плохо очень слышал, как перебороть это отношение людей. на мой взгляд, все-таки нужно понимать, что комментарии, это, пусть и срез общества, но количество комментаторов в абсолютных числах, оно очень маленькое по сравнению со всей аудиторией. И если в комменты приходят, там, три человека или пять человек и пишут, что игры это говно, как бы, и все, кто в них играют, это лохи, то выслышите мнение только пяти людей, а там 99 995 людей помолчали или выразили свое давление. Поэтому, когда ощущение, создается ощущение, будто бы всем, вот это, кого-то напрягает, многих напрягает, то это как бы не так. Это, это правильно, на самом деле. Потому что всегда, всегда нужно помнить это при, ну, когда читаешь комментарии в интернете, да. Да. Вот, относительно того, что таких комментариев нет, вот, кинорецензиями, там, да, или по какими-то киноматериалами. Дело в том, что кино, это более традиционное вид искусства, который сложился, там, более ста лет назад. Я думаю, что если бы больше ста лет назад были, с ухем, там, сайт онлайнер, как бы, да, и в нем выходили рецензии кино, то там тоже были бы люди, которые писали бы, что кино смотрят только лохи, а на самом деле нужно пахать землю и кататься на лошади. Это как бы настоящее развлечение, настоящее пацаны. Так что вопрос времени, то есть, когда игры станут настолько обыденным чем-то, то есть, поколение тех, кто начал играть, там, Quake и Doom, вырасти, и их дети вырастут, то, ну, вопрос отойдет сам сам. Ну да, время, время, конечно, сильно поможет, но, и работать для этого тоже надо, надо людям рассказывать, что вот, ну вот, потому что, как мы уже сегодня упоминали, ты, например, не знал, что есть такие игры, там, которые занимают два часа, примерно, как, не знаю, как интерактивный фильм, вот, а люди, такие комментаторы, которые отрицательно относятся к видеоиграм, они считают, что, ну вот там, Counter-Strike, пострелять друг друга и так далее. Да. Но, все-таки, на самом деле, вот, если я просто, когда захожу к малому в комнату, да, и смотрю, куда он играет, он играет не любо в Counter-Strike, играет в разные игры, но, я не испытываю абсолютно никаких эмоций, когда смотрю на экран, то есть, у меня нету желания, вот, немедленно сесть, как бы, и согнать его там с кресла, как бы, да, играть вместо него. Хотя, когда я был подростком, и в его возрасте, мне отец там купил приставку Dendy, то, я не отлипал от нее до момента, пока не вываливались в глаза, понимаете, вот. Вот. Но что сейчас, не знаю, никакого желания, как бы, нет. Ну, сильные, сильные отличия, конечно, возникли, по сравнению с тем, когда была приставка Dendy, у меня тоже когда-то была в детстве, вот. А сейчас игры настолько разные, то есть, есть игры, которые способны выдавить ни одну слезу, даже из там моего скупого глаза и так далее. Коля может тебе рассказать, ну, он не будет рассказать, но просто Коля может подтвердить это на примере эпизодической игры Life is Strange. Коля, можешь, да? Могу, да. Я выходил, я выходил покашлять, но могу, вот, не портить запись. Я даже не могу представить, что можно, играя в игру, расплакаться от чего-то. Ну почему, ну вот как, ты же, ну то есть, не знаю, ты можешь расплакаться, когда фильм какой-нибудь посмотришь, и это, ну, фильм располагает к этому. Если, да, настроение совпало и так далее, то, конечно, внутри струй души бывают напряжены очень, и, ну, насчет слез, мне кажется, я не уверен, но, но бывает очень переживаешь. Ну вот, так же и в играх современных, то есть, конечно, основная, я бы сказал, что основная часть, они, разработчики, не сильно заморачиваются над тем, но есть, действительно, люди, которые там умеют писать, они находят людей, которые умеют, сделать визуально каких-то привлекательных персонажей, к которым привязываешься. Потом находят людей, которые могут их озвучить профессионально. Все это ставят на сюжет, который, опять же, ну, бывает, и не хуже, чем в кино. И все это складывается вот потом переживание в эмоции. Прикольно. Так что, ну, в основном, а? Буду знать, говорю, я не знал такого. Нет, естественно, и это уже, ну, довольно давно, в принципе, все это началось. Просто очень много плохих примеров, например, есть в индустрии игровой, ну, в основном, называют, знаешь, геймдиректоры, не то чтобы режиссеры, но это человек в студии, который, вот, отвечает за всю игру, в общем. И есть один геймдиректор, которого зовут Дэвид Кейдж, вот Коля там уже начал усмехаться, и наверняка наши слушатели тоже, который выпускает вот такие игры, фильмы, ну, и многим геймерам, так сказать, да, они очень нравятся, но любому человеку, который вот много посмотрел фильмов или почитал книжек, неважно, ну, в общем, не только играми в жизни увлекается, то он, если вот поиграет несколько часов в такую игру, он просто скажет, ну, это просто, ну, какая-то говно графомания, ничего, ничего в ней нет. И очень много, да, таких примеров в играх, но после, ну, чем дальше, тем больше появляется людей, которые действительно стараются что-то, что-то написать и сделать хорошо. Вот. Слушайте, а то у меня вот такой вот вопрос, да, вот, игра вот тоже Counter-Strike, она вышла очень давно, я правильно понимаю, лет, наверное, 15, да? В 98-м, наверное, первый мод появился, ну, то есть, уже 20 лет около того. Вот, у меня вопрос, может быть, конечно, звучит очень глупо, да, почему в Counter-Strike нет второй части? Есть вторая часть? Есть там Counter-Strike 1 из 6, типа. Есть, ну, это, как сказать, во-первых, Counter-Strike игра многопользовательская, да, и таким играм не то, чтобы сильно нужна вторая часть, если эта игра, ну, как футбол, не знаю, ты, почему не вышел футбол 2, да, потому что людям нравится просто в футбол играть, и... Ну, я говорю, я говорю про, ну, дворовый футбол, вообще про футбол, в реальной жизни футбол, да, иногда там меняются правила, да, и в играх то же самое, там, выходят обновления, которые все скачивают, потому что без них, там, ты не поиграешь уже на официальном сервере, допустим, тебя не пустят туда, тоже правила могут меняться, но в целом игра остается той же, потому что, ну, ее незачем менять, я так понимаю, что там какие-то карты тоже остаются прежними в том же, на том же уровне графики, я правильно понимаю или неправильно? Ну, фу, в Counter-Strike у него, конечно, ну, довольно-таки уникальная история по сравнению с другими там многополитическими играми, но, да, в основном играют на тех же картах, что вот как там 10 лет назад, что и сейчас, недавно, вот, кстати, была новость про D-Dust 2, там, Коля опять возвращают в соревновательную ротацию, ну, это, короче, подробности, и, ну, нет смысла просто что-то менять в таких играх, то есть, вот, Counter-Strike 1.6, это такая классическая штука, когда-то выпускали обновленную Counter-Strike на движке, там, новом Source, она выглядела красивше, красивее, и люди начали жаловаться, потому что, ну, в играх же важно не только то, как там оно выглядит, да, какие-то правила, но очень мелкие всякие детали, то есть, как там твой персонаж отзывается на нажатие клавиш, как там он целится, как, куда пули летят, туда ли ты, туда ли они летят, куда ты целишься, очень много нюансов, и, несмотря на то, что, например, авторы этого Counter-Strike Source, они старались сделать все то же самое, просто красивее, вышло, на самом деле, совсем не так, вот, и, ну, людям просто не понравилось, люди продолжили, там, в 1.6 играть, потом через несколько лет вышел Counter-Strike Global Offensive, который сейчас вот считается одним из крупнейших киберспортов, видов киберспорта, и в первый год, или, наверное, даже два, к нему было точно такое же отношение, пока, там, значит, студия Valve, она не взяла разработку полностью в свои руки, потому что там ей помогали сначала сторонние ребята, вот, и они, ну, в общем, отполировали это все так, что действительно, ну, от 1.6 большие отличия, но людям понравилось, это, это такая, краткая история Counter-Strike. Абсолютно понятно. А когда выпускают, вот, FIFA 17, в следующем году FIFA 18, это очень просто объясняется, потому что, ну, каждая такая FIFA, она стоит 60 баксов, и, ну, зачем? В смысле, зачем издательству типа Electronic Arts, которая вот выпускает FIFA и так далее, зачем им один раз продать за 60 баксов, если можно каждый год продавать за 60 баксов? Вот и, вот и вся причина. Понятно. Вот. Хорошо, понятно. А вот Valve со своим Counter-Strike, ну, они, там, находятся в уникальной позиции, они владеют крупнейшим на ПК, крупнейшей платформой дистрибуции видеоигр, и с каждой практически видеоигры, которая выходит на ПК, они с каждой продажи снимают процент, и им деньги, ну, не так, чтобы сильно нужны. Вот. И при этом, да, они еще частная компания, не нужно отвечать им там перед инвесторами, вообще. Молодцы, молодцы. Вот. Ну что, давайте мы тогда Дениса отпустим. Огромное ему спасибо. Спасибо, Денис. Приходи к нам еще, не только как эксперт по медиа, а также как нормальный человек, на котором можно, ну, то есть, как, как это сказать, как контрольная группа. То есть, человек, который не играет, там, я не знаю, который не помнит, в какой последовательности Кратос порвал пасть древнегреческим богам и монстрам. Да и т.п. Черт, ну вот было бы интересно, конечно, устроить, знаешь, проект, наберешь Дениса, ну, или просто человека, который играл в компьютерные игры, и вообще, вот даже, знаешь, не знает о том, что происходит, ну, как бывают такие игры, которые могут вызывать сильные эмоции, например, ну, в любом. Много примеров. Умеет и любит писать. Да, и я имею в виду, что, ну, взять его, так вот посадить и вдвоем показать ему что-нибудь, записать видео и так далее. Но я понимаю, да, что, как бы, это, ну, получается, что зашает. На самом деле, вдруг я что-то увижу и настолько офигею, что стану, стану тоже играть и прошу свою работу. но если ты серьезно, то потом, если у тебя будет время там лишнее, да, ты мне напиши и можно устроить вот через, опять же, это Discord, Discord, лучшая технология 2018-2017, по-моему, еще раньше, через него можно транслировать, прям, практически, без задержки игру, а? И же значок, специально. Ну. Я очень люблю, как Конан О'Брайен устраивает Clueless Gamer, я не знаю, может, он сейчас в последнее время перестал, то есть он не разбирается в играх, и вот там какой-то друг его, который разбирается, они там, да, играют в Ведьмака. Да, но дело в том, что мы тут работаем, работаем, опять же, в кавычках, на энтузиазме, мы тут ничем, как бы, гостя вне платим, и так далее, а Конану Абрайену за каждую такую игру там по несколько десятков тысяч долларов выдают. Выдавали им. Понятно. В общем, да, еще раз, Денис, огромное спасибо, и до встречи, если что, пиши. Все, пока-пока. Пока-пока. А я уже больше не буду надоедать. Давай. Давай. Ну что, дорогие друзья, на этом интересная часть подкаста закончена, у нас, у нас впереди какие-то видеоигры. Например, BattleTech, потому что за эту неделю мне все-таки прислали ключ к BattleTech, и я сделал стрим сначала, потом мы вчера буквально собрались с Колей и... Записали видео, то есть мы делали промоушен, и сейчас еще и поговорим про это. Да, сейчас еще и поговорим, то есть, понятно, что посмотрят, но и насколько я знаю, где-то 4 человека, которым я вот рассказывал об этой игре, уже сказали, купят, так что я примерно паре точно продал ее, так что один ключ от издателя уже отбился. ключ мы получили от издателя, поэтому, если что, вы учитывайте, это, ну, издатель Paradox, которую мы тут уважаем, и так, поэтому... Ну, они, как сказать, они такие... DLC любят продавать. Шеда, да, которые любят DLC продавать, на меня они заработали уже на Европе Универсалис и на Стелларисе, это же страшно считать, сколько они на мне заработали денег, ну ладно. Ну, вот, насчет DLC к Battletech и что-то я вообще пока информации никакой не слышал, но я думаю, будет. Вот, и да, Battletech, чуваки, это оказалось, ну, я вот раньше не знал, я думал, ну, это такая вселенная, окей, там, довольно-таки разработанная, оказалось, что она старше, чем вселенная Вархаммера, в ней тоже огромное количество книг, там, прям технические мануалы по этим мекам, ну, многостраничные с описанием, собственно, дизайнов, функции и так далее. то есть, такой пласт, в который надо вгрызаться неделями, если прям тебе это нужно, вот. И я вгрызь, значит, в игру, и, насколько я понимаю, она приближена максимально к настольной версии, потому что изначально это была настольная игра больших шагающих боевых роботов, вот. Я только сейчас понял, вот почему, Коля, в 3025 году нет таких систем прицеливания, которые бы попадали с вероятностью 100%. из-за Германа Клименко, я уверен. Герман виноват. Да, но я, честно, потому что из-за игрового баланса, скорее всего. По той же причине, когда ты не можешь попасть в 90-е, это в флауте, по-моему, ой, в первых двух, во всяком случае, 95%, когда ты там, я супер мутант, который, гора мяса, и ты на него целишься из плазменной винтовки, и там 95%. Когда ты в XCOM там тоже в упор, в мутончика целишься, вот это целишься, тоже 95%, ну и в общем, как это. Ну во втором XCOM, кстати, починили там, по-моему, или в дополнении ко второму XCOM починили. Наверное, в дополнении, потому что там тоже было с 95%, это жопа была, я ерзал, причем это реально, это они нарисовали, что 95%, то есть, так вот, по моим ощущениям, там процентов, ну, вероятность промаха процентов 10-15, а не 5. Так что, да. Вот, так в общем, да, эта игра механически довольно сложная, потому что, ну, вам может показаться, допустим, это XCOM, там, но здесь каждый мег, это прям огромный набор всяких разных видов оружия, которые применяются в совершенно разных ситуациях, ну, должны, по идее, применяться, и я-то люблю, конечно, залпом из всех выстрелить, и нормас. вот, вот, и, кроме боев, там еще огромная, огромная часть синглплеерной компании, менеджмент, значит, компании наемников, которые ты управляешь, так что, да, посмотрите наши, ну, в нашем видео, вот, начался, что там и с Колей, подробно вообще все аспекты игры разложены по порядку, сначала мы там 20 минут тусим на базе, в хабе, рассматриваем все, что там есть, и потом еще полчаса и больше бой. И тебе что, я должен сказать, что ты, Коля, мне продал эту игру? Ну, вот. Потому что, не знаю, сколько, сколько она, надо посмотреть, сколько она, кстати, стоит. Ну, в российском Steam, по-моему, недорого, недорого, сейчас скажу. Ну, вот про это просто, как я сказал, во время записи с Колей и с Ашотом, просто, мне кажется, немножко тупо даже аддон качать, покупать, качать к XCOM, чтобы вот во что-то, во что-то такое поиграть, чтобы не играть уже там в тысячу раз, потому что, что я и обычная игра, вот, и это вот подходящая такая игра, конечно, на мой взгляд, она достаточно сложная, но... Ну, на самом деле, как там люди пишут, в Сабридите, батлтека, игра очень простая, что вы тут наделали, потому что, если разобраться в механиках этих всех, прочитать гайд, который тоже, чуваки, если вас интересовалась, ссылка в описании, я вообще сейчас покажу, на самом деле, вот, то в решение в бою ты почти всегда будешь правильно принимать, и в основном, здесь просто, как люди пишут, ты в компании синглплеерной, ты давишь тем, что у тебя просто миги тяжелее, ты высаживаешься, и оппозиция, она обычно выглядит куда слабее, вот. И да, стоит игра 725 рублей в российском Steam, делюкс-версии 930, а в делюкс-версии, чуваки, офигительный, офигительный саундтрек, на 60 треков, вот, и, и это было, ну, первое мое впечатление от игры, ты когда открываешь главное меню, а в главном меню, там такая музыка, ребята, ну, и опять же, это игра престолов в космосе, если по-простому объяснять, то есть, там, королевство, предательство, значит, бабки, тетки, племянники друг друга подставляют, так что, да, вот, ладно, хватит про батлтек, вот, кстати, да, вот это вот, гайд на Steam, чувак написал, и чувак, я понимаю, он сам из Hairbrain Schemes, то есть, вот вам мануал в гайдах Steam, прямо от разработчиков, что там, какие, на самом деле, мы же в прошлый раз записывали подкаст, типа, дней пять назад, поэтому особо ничего не произошло, но продолжается система с батл-роялями, слухи про то, что в Call of Duty Black Ops 4 не будет компании, и почему не будет, потому что ее не успевают сделать, очень смешно, конечно, звучит, типа, они там хотят до Red Dead Redemption, типа, на месяц раньше, да, выпустить игру, и, видимо, к этому сроку не успевают, и они решили, что компании у нас не будет, но зато у нас будет Battle Royale режим. Мне кажется, что это очень вообще, блин, это как-то чересчур интересно, а, ну, вот Battle Royale, да, единственное, чем можно заткнуть недостаток этой компании, потому что в этих играх компания, она вообще-то очень сильно всегда рулила, в том плане, что люди перед тем, как резать друг друга там ножами, ну, они шли сначала, так сказать, набираться вдохновения для того, чтобы резать ножами, а не шли в компанию. Ну да, но тут вопрос value, то есть того, сколько ты игры получаешь за свои деньги. Люди могут говорить, что, да, там Call of Duty игра бесконечная, потому что в основном это все про мультиплеер и так далее, но, блин, если как бы раньше к этому еще предлагалось не всегда хорошее, но в некоторых случаях действительно были интересные там, которая была вот не с Кевином Спейси, а которая была после следующей кампании, я слышал очень интересное, наверное, как она называлась, Infinite Warfare, по-моему, да, там, где был Джон Сноу, Кит Халлингтон, да, Кит Халлингтон, а тут вот просто не будет и все, ну, и за 60 баксов наверняка же не будут цену снижать, да, за 60 баксов это если продадут, то как бы интересно будет, короче, на это посмотреть, на продаже и все такое, но в принципе такая большая аудитория у серии, что могут и может и получить, ну да, но с другой стороны Overwatch на консолях продавались с 60, и ничего, никаких проблем особо не было, так что вот, да, и потом появился слух, что и в Battlefield будет Battle Royale, ну как бы такие слухи, чуваки, это как бы 109% конферент, потому что нам нужно быть полным идиотом, если ты руководишь сейчас EA или там Activision и такой думаешь Battle Royale, а, да ну нафиг, ну это это довольно просто сделать, наверное, особенно, я не знаю, насчет Call of Duty, потому что все-таки там всегда мультиплеер был, ну не сильно масштабный, да, а в Battlefield всегда были здоровенные карты, которых было очень много людей, то есть Battle Royale это не обязательно 100 человек, да, это может быть 50 или даже 20, вот раунд будет быстрее, даже мне кажется лучше, интереснее, вот, и в Battlefield такую штуку добавить, наверное, не очень сложно. А я полностью поддерживаю вот это вот, потому что, ну как сказать, эти все тезисы, потому что еще ведь ботов не надо программировать никаких, то есть на самом деле Battle Royale, он очень выгодный просто экономически, ну да, да, потому что все действительно можно сделать функционирующий Battle Royale, как это показалось, собственно PUBG в прошлом году, когда ее выпустили там в Team Early Access в Альфе, там все работало через пени-колоду, как бы выглядело ужасно и тормозило, ну а все равно люди играли, потому что это захватывает, вот. Ну и я, у меня никаких конкретных комментариев на этот счет нет, но студия Housemarque, известная своими аркадными хитами типа Rezagan и Nex Machina, вот, они показали тизер 40-секундной своей новой игры, игра называется Storm Divers, и, ну, как вы думаете, как она выглядит, вот, если вы посмотрите на экран, что это за игра, потому что они не говорят, что это за игра конкретно, они говорят, что там, ну, экшен, да, вот, но и не аркада, потому что мы, значит, на этом не можем заработать, это будет мультиплеер, скорее всего, Early Access, но про жанр не говорят. хе-хе-хе-хе-хе-хе, если говорить с позиции, вот, наверное, это Battle Royale, от Housemarque, конечно, люди не ожидают, и я прям жду, не то, что жду, я уже видел в интернете комментарии, что, блядь, они еще ебанулись, там, ну, как бы, они делали такие крутые аркадные штуки, NextMaking, это вообще одна из лучших игр, там, 17-го года, и одна из лучших игр, а в жанре вообще, по мнению экспертов, и не только, вот, и сейчас они перескакивают на вот этот Bandwagon, да? Что-то хотел сказать? Видимо, они что-то, они что-то, да, что-то чувствуют, и что-то вот решили, ну, чувствуют они то, что денег, денег не приносит аркады, вот, а студия, оказывается, как я узнал, там довольно большая, то есть, вот над Storm Divers трудятся что-то около 20 человек, а основная часть студии, то есть, еще больше людей, они трудятся над каким-то новым, над новой AAA-игрой, в новом IP, для, видимо, для Sony, потому что у них хорошие отношения с Sony, но они не говорят для кого, вот, очень интересно будет о нем что-то узнать, но, видимо, они там только начали, и я даже не уверен, что будет на E3, вот эта показанная AAA-игра, а Storm Divers обещают уже в этом году, наверное, ну, они не обещают, они говорят, что если мы пообещаем, а потом не сделаем, то как, ну, как Blizzard, у них отношение такое, вот, гадами будем, да, Blizzard Block, микро Blizzard Block, в подкаст все-таки попал, и, я не понимаю, короче, которые говорят, что, о, House Mark, тоже будут делать Battle Royale, Battle Royale, говно, все такое, чуваки, нужно быть более open-minded, то есть, House Mark, у них уникальный опыт с Арканами, и если они его как-то перенесут в Battle Royale, который на самом деле, ему жанр, как жанру, еще развиваться и развиваться, если там будет, действительно, такой быстрый, аркадный темп, там, не знаю, может, в такую игру можно добавить просто огромное количество штук, которых еще не добавили, вот, да, я думаю, что Battle Royale, можно, то есть, можно всякие там вещи говорить про Battle Royale, но, все-таки, 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 они, их можно делать по-разному, как и, как и, в принципе, все игры, даже дело, можно делать по-разному, поэтому, есть, шанс, что, в общем, будет там, Battle Royale, который, ну, в принципе, я не знаю, я не пробовал, мне в плен, мне интересно, но тоже, как бы быть, там, заперты на карте с людьми, которые хотят тебя убить, но, не знаю, ты же, ты же, в Европу, не решались, играешь, ты заперт на карте с людьми, которые хотят тебя убить, нет, но я заперт там с этими, с людьми, я побоялся, потому что люди, они пипец шустрые, ну, да, и, да, делают игру, тут, как мне подсказывает, тизер, они делают на Unreal Engine 4, то есть, они раньше делали это в основном на своих движках, а теперь все, ну, в общем, ребята, все намеки довольно прозрачны, на то, что это за игра, но я ничего подводить не могу, вот, да, и перед релизами, которых там раз-два и, собственно, обчелся, нужно еще кратко, кратко рассказать о том, что студия Campo Santo, которая сделала Firewatch, она теперь принадлежит Valve, внезапно, как выяснилось сегодня ночью, и я, честно говоря, на самом деле, очень рад, потому что я, в общем-то, я соскучился там по гейбиновским всем этим, как сказать, ну, кто знает, чем они там будут заниматься, точнее, известно, чем они будут заниматься, они же делают свою вот эту новую игру InValue of Guards, которая в следующем году должна выйти, и, как они отдельно отмечают вот в этом блоге, о том, что их купили, игра, это выйдет как игра от Valve, и они перешли в Valve на условиях того, что им эту игру дадут закончить, вот, и, в принципе, уже хорошо. То есть я просто хочу, чтобы Valve делала игры, наконец, снова, то есть, я считаю, что они хорошие, хорошие делают игры, но они еще хуже, чем Blizzard, я так понимаю, что они делают игры, но как бы, ну, так медленно, что, дай бог, чтобы мы их увидели, там, ближайшие пару лет, вот, и Кампо Санта, ну, я до сих пор помню этот инцидент с Пидипаем, когда они решили его просто, ну, страйк ему, короче, кинуть, без разговоров, а если бы еще две таких студии нашлось, просто бы, там, канал Пидипая забанил, не то, чтобы, по мне, жалко Пидипая, но DMC не для этого, как закон, принимали, да, Пидипи, как вы знаете, в маечке, ты, сука, блядь, это, конечно, в Пидипай, все нормально будет, на самом деле, вот, ну, короче, да, но, пидрит, они делают хорошие, поэтому, я им желаю всяческих успехов, в Valve, и, я думаю, что, вот, они там делают, три VR игры, может, они там, потом, на VR будут, трудиться, черт его знает, увидим, увидим, вот, Valve же, Valve же с самого начала своего существования, она там, кто-то сделал мод под названием Counter-Strike, они взяли их к себе, кто-то сделал мод под названием Dota для Warcraft, они взяли к себе этого Ice Frogue, кто-то сделал Left 4 Dead, студия Turtle Rock, они купили эту студию, ну, как бы, всосали, так что. Сосали, да, вот проблема в том, что иногда, да, иногда Valve всасывает, и кое-что, вот у них сомнительная эффективность, они, очень часто люди у них, не используются, то есть, как это сказать, не реализуют свой потенциал, правильно, конечно, сказать. Ну, да, какая-то еще была студия, я забыл название, на которую купили, закрыли, и так ничего там и не вышло. Вот, видимо, люди там еще работают, Valve, но какие игры они сделали, ну, никаких, видимо. Вот. То есть, очень много, так это очень сильно, на самом деле, напоминает Google, где якобы, во всяком случае, либеральная расслаблена атмосфера, но, приводит это, к сожалению, к тому, что очень, очень часто у них всякие, всякие проекты, они просто заканчиваются ничем. То есть, даже не ничем, Google закрывают кучу всего, но у них, например, был там нормальный мессенджер, это торку, да, он там популярен был в Бразилии, они его взяли и хлопнули. Я до сих пор оплакиваю Google Wave, который был, будущее электронной почты, вот, потом его закрыли, до сих пор все пользуются электронной почтой, но, чуваки, реально, Google Wave, это была бомба, я пользовался, так удобно было, когда-то, с несколькими людьми над одним проектом трудишься, это было, типа, 10 лет назад, даже больше. Вот, да, и это, это как бы очень сильно все это расстраивает, потому что так не должно быть что-то, видимо, не так, то есть, что, во всяком случае, не просто, когда проекты в работе закрываются, когда уже существующие закрываются, блин. Вот, как бы, хорошо, что Indeval и Elgaz решили доделать, не то, чтобы разрешили, понятно, что, если ты приходишь, говоришь, вас хотим купить, ну, можешь доделаем игру, хорошо, и, и, и хорошо, вот, все, как бы, вот и все, что произошло за эти пару дней, чуваки, действительно, больше, больше не о чем тут рассказывать, даже релизов никаких нет, то есть, можно еще раз сказать про God of War, который, если у вас есть PlayStation, вы еще там не купили, ну, что вы делаете, на что вы там деньги тратите вместо этого, вот, потому что God of War, я посмотрел еще стримов, там несколько, и такая, такая, действительно, хорошая игра, судя по всему, хоть я и в нее не нажимал, ну, вот, это все очень забавно, потому что я вот читаю, что люди пишут, что, 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 батя, батя, там, соседам, подрабатывайте, говорит, это, что, лучик, я за квартиру, я заплачу, чем буду, это, чем вы, двор, буду покупать, ну, не знаю, чуваки, за квартиру тоже, конечно, нужно платить, вот, ну, что вы потом в квартире, там, будете делать, вот, да, God of War, там, замечательные эти истории, про то, что, про то, что батя с соседом подрались, разломали, блядь, тектоническую плиту, вот, это такая игра, и видеть, конечно, я не играл ни в один God of War, но я знаю, там, что происходило в первых трех, например, да, и как они выглядели, как игрались и так далее, и видеть то, как игра эта изменилась, по сравнению с, вот, каким тогда был этот Кратос, который, там, сиськи мял, демонессом, значит, был такой весь из себя, даже, ну, не сильно положительный герой, и тем, как его показывают, вот, в этой новой God of War, когда он со своим, Буэль, со своим, сыном, это, это, это очень интересная история, вот, переосмысления, франчайза, и снег очень красивый в игре, да, я забыл сказать. Ну, да, а что за фиг, я говорю, я уже, я, конечно, я понимаю, что это, там, постоянно повторяюсь, но, угандошили, всю эту, всю греческую мифологию, принялись за скандинавскую, потому что, ну, понятно, уже, ну, да, и как бы, уже, уже, уже пора. Это не будет, это не будет спойлером сказать, что действительно, там, принялись, как я узнал, что там по сюжету происходит, вот, и, что там еще, вышла, Psycho Nodes and Rambos of Ruin, которая, VR, безделушка, там, типа, на пару часов, год назад она вышла на PSVR, а теперь вышла на ПК для Vive, Oculus и так далее, и, ну, сколько она там стоит? А, 350 рублей, нормально, за эту цену, вполне себе, если вы поклонник Psycho Nodes, и ждете вторую часть, как и я, но если вот у меня был VR-шлем, я купил, а так, просто жду теперь, а если у вас есть шлем, берите, потому что, ну, пару часов, там, посмеетесь немного, вот, и, бацл-рояль Darwin Project, который, если кто-нибудь помнит, на Е3, по-моему, Microsoft был на конференции, и там показывали сначала, кто-то чувак там крадется по лесу, и, значит, холодно, и он там костер разжигает, вот, и так все атмосферно, тихо, напряженно, а потом камера отъезжает от главного экрана, и там какой-то бородатый комментатор, как, ну, гиброспортивный, кричит там, вот он сейчас нападает на него, там, и, ну, и, в общем, это все превращается в такую клоунаду, так вот это та игра, и она до этого была платной, там, как бы, ранний доступ и так далее, теперь она все еще в раннем доступе, но фри-то-плей, вот, как они там типа и планировали, по-моему, у нее играет не слишком много народу, но раз уже фри-то-плей, то почему бы и не попробовать, при этом, никакого там, никакой покупки внутриигровой мощи нет, все тоже косметическое, как в фортнайте какого-нибудь, так что, такие дела, и, и, как бы, все, на этом, дорогие друзья, реально, реально больше ничего не происходит, вот, ну, там, телеграм продолжает блокировать, пытаться, пытаться блокировать, то есть, напишите нам в комментариях, работает ли у вас гугл, как сегодня модно, задавать этот вопрос, в интернете я видел, все, все просто, опросы, значит, публикуют, работает или нет, работает или нет, то есть, все эти, ну, абсолютно простецкая, это шутка, да, что теперь в гугле забанили, это теперь не риторическое, как форма, точно, 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 но это уже, конечно, там уже, старое такое выражение, ну, да, оно опять актуально, это и теперь, теперь нельзя это, нельзя, как раньше, простите, скинуть ссылку на замечательный сайт, let me google that for you, знаешь, такой сайт? Нет, ну, это, а если взять и бревиатуру, короче, lmgtfy.com, вот, и ты заходишь на этот сайт, можно сделать ссылку, которую, ну, то есть, если у тебя человек спрашивает, типа, а что такое, не знаю, intel, вот, ты заходишь на этот сайт, пишешь там, intel, он тебе генерирует ссылку, ты скидываешь тому человеку, человек заходит по этой ссылке, а let me google that for you, он так, ну, показывает, что нужно сделать для того, чтобы погуглить, короче, анимированное, и все такое, ну, замечательный сайт, так вот, теперь, да, теперь не скинешь, потому что человек, может быть, заблокирован, ладно, ну, и нужно сказать, что у нас будет на канале в ближайшее время, про Battletech видео я уже выпустил, не знаю, то есть, по идее, это не обзор, не рецензия, да, там никакой оценки нет, просто первое впечатление, игру я не прошел, а просто, ну, эмбарго на рецензии и видео рецензии, и все такое прочее, через два дня еще, вот, но я думаю, что меня это не накажет сильно, вот, ну, нет, подожди, 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 может быть, до конца эмбарго подождать, это сейчас, нет, смысл в том, что, ну, а с 20-го числа эмбарго на лицплее, на стримы и так далее, то есть, тоже первое впечатление, вот, поэтому, ну, как бы, мне кажется, вот, если, не, я там написал, на самом деле, имейл, типа, с просьбой уточнить, что это не рецензия, поэтому, ничего страшного, никакого греха я не совершил, мне кажется, мы просто поиграли, часок вот, посмотрели втроем, да, на ней играли, и все, поэтому, вот, с батлтеком, наверное, все, 26-го числа выйдет, интересно, ну, там, выглядит, просто шикарно, как какой-нибудь, похоже на Ории, опять же, Hollow Knight, ну, отдаленно, платформа называется Lightfall, и мне уже прислали ключ, и я на нее посмотрю, но, эмбарго, то, что она 26-го, поэтому 26-го будет видео, вот, 24-го числа выходит, стратегия про, ну, градостроение и выживание в условиях, сильного холода, по названию Frostpunk, ключ мне не дали, сказали, что на вас не хватило, но я такой, ну, и ладно, и куплю, вот, так что я ее 24-го куплю, там, может, постримлю, может, прям, сразу видео сделаю, ну, наверное, постримлю, а там посмотрим, и после 26-го числа, еще, в этом месяце, будет, наконец-то, Monster Hunt режим, в Хорстоуне, который я прям тоже, жду, жду, несмотря на то, что все там, ну, что там будет, а там то же самое, что Dungeon Run, вот, только в Dungeon Run, были 9 классов, которые, ну, просто в игре, да, они там, Hunter, Войн и так далее, а в Monster Hunt, будет 4, на выбор, героя, которые, ну, уникальны для Monster Hunt, вот, а так, в принципе, там то же самое, боссы по порядку, между боссами, ты там, лутаешь, что-то, улучшаешь свою колоду, вот, очень интересно, это будет посмотреть, потому что, ну, во-первых, Dungeon Run, в Хорстоуне, в прошлом дополнении, это был, ну, это была лучшая часть Хорстоуна, за все годы, пока он существовал, на самом деле, мне кажется. Ну, я, я, в принципе, согласен, да, он действительно, действительно, мне он понравился. А мне нужно ждать, пока мудила, с другой, значит, стороны экрана походит, все на втором ходу, значит, уже, жгут веревочку, выводят тебя из себя, ну, и как бы, никакого, никакого давления нет, вот этого, в PvP. давления, это плохо. Ну, и второй момент в том, что это все абсолютно бесплатно, вообще, что, конечно, на Blizzard не похоже, ну, окей, молодцы, то есть, для этого не нужно использовать свою колоду, то есть, тебе не нужно для этого никаких карт иметь, важных, и все эти боссы на халяву дают, наград там тоже в результате не особо, да, но все равно. Просто Blizzard, мне кажется, она добилась всех своих феноменальных успехов, в том числе, за счет того, что они, ну, как-то отсекают ситуацию, вообще, что происходит, и вот как раз, это именно тот случай, ну, то есть, есть, я просто недавно думал про то, насколько, в принципе, сейчас тяжело начать играть в Hearthstone. то это, это, это я вообще себе не представляю, то есть, да, вот, и именно, то есть, для того, чтобы люди втянулись, потому что, проблема такая есть, вот, начать играть, этот режим, он очень, то есть, он не предлагает, там, какие-то призы, ведь он дает? Ну, по-моему, там в начале, знаешь, типа парочку наборов карт дают, и, что-то как-то, да, это, это буквально ничего, чуваки. Потому что, я, вот, я, как раз про это, ну, что они едут, по большому счету, на аудитории, которые они набрали, все-таки, ну, раньше. Потому что, заново у меня, например, очень, там, у меня вот этот, там, стартовый набор, и опять-таки, можно, можно вспомнить, как, вот, там, Галенкин раздражался, который, он там, что же, что же у него, какая у него проблема там была, он, да, он купил первого дополнения, а потом эти все, эти карты замкнули. А, ну, да, он ждал, ротацию, жаловался. Ну, вот этого я не понимаю, потому что, ну, это же ничего не меняет, потому что ты можешь переключить кнопочку на Wild, и играть со всеми своими картами, где хочешь. Ну, да, но, может быть, там речь именно идет о том, что человек очень хочет соревноваться. так в Wild соревнованном, то есть, если человек хочет соревноваться прямо на турнирах, да, то это уже другой вопрос, но если человек хочет в ранг или там легенду получить, сидя дома, то это можно сделать спокойно, и в Wild вообще без проблем, это совершенно одинаковое по своим возможностям функционал, там, да, или режимы в Hearthstone, вот, а ротация очень важна для того, чтобы, ну, игра и не превращалась там в совершенное царство рандома, и там, какие-то, да, это с комбас, все это, мне кажется, что это вот все, 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 это вообще, это проблема вообще всех таких вот игр, которые похожи сколько-нибудь на этот, на Magic the Gathering, да, то есть все, все эти проблемы, и, кстати, мы как-то договаривались, я помню, так и не получилось, давным-давно об интервью, вот, у Игоря Михайловича Исупова, у него сын, чемпион России по МТГ, и с ним, ну, то есть, какие-то там предварительные списывания, было, и он сказал, что мы его там спрашивали про Харстоун, ну, и Алексей сказал, что вот, ему очень, в общем, что он ставит на то, что Харстоун этот ваш, упрется в те же проблемы, в которые, упер, которые уперлась МТГ, то есть, вот, ну, в том числе в жадность, да, потому что, потому что, раньше Blizzard, они выпускали вот два маленьких дополнения, приключения в год, которые можно было купить, каждая, типа, за, ну, не знаю, 800 рублей, или, ну, 20 баксов на западе, и у нас, типа, с учетом региональной стоимости, вот, а теперь они выпускают по три больших дополнения в год, в каждом из них, по 130 карт, и ты, ну, и гораздо сложнее, как бы, держать свою коллекцию карт в актуальном состоянии, поэтому пошли нафиг. Да. Я вот не знаю, то есть, это вот на самом деле очень интересно, вот, ну, вот, как сама, сама игра, она вот, у нее как бы ограниченный достаточно срок жизни, что ли, не знаю, то есть, у нее вот сами механики, то есть, ну, ее коллекционность, то, что, конечно, нужно новое там выпускать, постоянно надо выпускать новая карта, и вот, а не то, что себя губит, но она себя подтачивает, то есть, ну, то же самое, я вот сегодня думал, что... Это жива? Ну, да, да, но она просто, дело в том, что она ведь, она такая, она престижная, помимо всего прочего, я не знаю, она как бы, в ней есть вот это вот, блин, элитарность в ней есть, вот она за счет этого, то есть, ну, то есть, валв, валв придет, порядок наведет, короче, с артефактом. Можешь, да, себе позволить, вообще-то, карты, бустеры покупать, то ты состоятельный, джентльмены, то есть, там, в общем, такой, есть где-то, может быть, да, а ну, да, здесь, ну, ну, народная, народная забава, достаточно такая, ну, непонятно, она же гораздо проще, чем, как бы, то есть, когда ты инвестируешь, дело в том, что здесь тоже, здесь проблема, а проблема, блин, инвестиции в игру, ну, да, это отдельно, когда ты инвестировал в МТГ, ты потом можешь вывести, да, ты можешь вывести части, тебе, блин, тебе, жаль, бросить, потому что, хардстоун, в принципе, ну, не знаю, не знаю, просто, мне кажется, что материальные вещи, ее бросить, тяжелее, мне кажется, наоборот, если вот у меня было, знаешь, такой лень доставать все эти карты, тасовать их, там, перекладывать, чтобы колоду сделать, а для того, чтобы поиграть с кем-то, ножка отойти, там, значит, турниры, а хардстоун, ты всегда на расстоянии, даже в телефоне есть, то есть, его бросить, мне кажется, сложнее. Ну, может, да, может, может, может и так, просто вот очень большая, на самом деле, большая тема, а это, вот это вот, lasting value, и, почему очень многие люди играют, вот продолжают в Warcraft, потому что очень много вложено уже, в него там есть определенные, социальный капитал там даже есть, в этом Warcraft. это, ну, это все ложное, конечно, да. Нет, он не ложный, ведь он объективно существует, на самом деле, поэтому, если бы я, ты можешь вывести, вывести. ты его постоянно, ты его выводишь, то есть, ты, знакомишься с людьми, то есть, я общаюсь до сих пор с людьми, которыми, некоторыми, которыми играл в Warcraft, когда я закончил, типа, ну, 6 лет назад, в основном, закончил играть, потом еще пару раз пробовал, вот, но с людьми до сих пор общаюсь, и ничего, ничего с этим не случилось, вот. Да, да, но вот, если бы, если бы, что кто-то вообще, кому-то делать новую ММО, мне кажется, очень важно пообещать игрокам, что, там, что бы ни случилось, то есть, там, мы, типа, у нас, вот, мы вот выделили, там, определенные средства, специальный фонд, и мы будем, там, даже через 100 лет, мы будем эту игру поддерживать, там, наши все ваши затраты, вашего времени, они никуда не пропадут, потому что, на самом деле, такое, такое впечатление, у меня от Blizzard, он до сих пор, до сих пор работают серверы Diablo 1, например, то есть, но это очень разумно, потому что должна у людей, то есть, вот это вот, должна отбиваться, за сожженное время, в противу случая, это... Сколько других ММО за последние, там, 15 лет уже закрылись, а, ну, пока Вов живет, до сих пор жив, и, в принципе, с ним, там, далеко не все плохо, как может показаться. Ну, да, самая, там, самая же прикольная история, которую все геймеры, там, переписывали, это Warhammer Online, потому что игра была хорошая, что, я что-то смеешься. Ну, которая была уже давно, да? Да, умерла, но она невероятно давно умерла, она умерла в 2008-м, а закрыли ее, там, что-то в 2010-м, я помню, что они там провели в попытках зацепиться, там, зацепиться, сохранить, они устроили даже, ну, такую шовинистическую акцию русские против поляков, там, у них сражались, там, на сервере, в PvP, это, ну, это надо же вообще это. Ну, это и в онлайн, за русскими против кого-нибудь, насколько я знаю. да, ну, то есть, и это им не помогло, то есть, на самом, на самом деле, вот, а что их, короче, погубило, погубило их, как-то, в общем, там, PC-геймер писал, там, как чью-то, там, исповедь, что, погубил их король лич, потому что люди радостно побежали назад в Warcraft, как только он вышел, потому что, ну, не вернулись. Да, близок, близок постоянно, она там, ну, она просто пьет лежачих, когда Lowbreakers, там, вышла, в прошлом году, или когда-то, позапрошлым, позапрошлым, они, сделали, бесплатные выходные, в Overwatch, и когда там кто-нибудь еще делает бесплатно выходные, Xbox Siege, они тоже, опять, в Overwatch сделают, а если они со всеми играми, так и во всех жанрах, да, они не оставляют шансов, да, и вот они даже, и то, что они подбирают, они смотрят даже по мелочам, они смотрят даже такие игры, как рифты, лоды, онлайн, они оттуда берут таланты, просто я знаю, то есть они, идеи, насколько я знаю, несколько механик интересных, из Warhammer, того же украли потом вов, и еще так, еще откуда-то они, черт, они же по спирали, блин, забыл, они оттуда берут, да, это всюду берут, практически в любой ММО, которая выходила там, крупная, за последние годы, то есть, в Star Wars, ну, в этом, в SvTore, короче, можно было напарников отправлять на миссии, прям сразу, ну, она вышла, и там было такое функциональное, да, потом вове, опа, гарнизоны с напарниками, которых можно отправлять на миссии, вот, а SvTore, ну, SvTore, вообще живой, еще там, потому что, фритупли, ну, вот, но, как бы, вот так, и потом, еще, байвер, байвер, так просто не закроешь, прикол, прикол в том, что, 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 замечательно, что, там, такой был, такой был дисбаланс, вначале, я помню, там, я дико, как-то, там, на напарниках, там, поднял ресурсов, то есть, я же, я же стратегический игрок, не то, что я там крутой стратегический игрок, я со страшной силой там просто их, то есть, они там, я на миссии, у меня там, сейчас, плачировал, да, они, они бегают на миссии, которые там гораздо выше, но потом они это пофиксили, но не позже, но я там, ну, на самом деле, ничего, в общем-то, такого там, сверхъестественного я не собрал. И я помню свои впечатления, когда я начал играть за Тихо, и с двойным световым мечом, и все у него практически все способности были, прям как у воина, ворота ворка, там был чарж, там был таун, там был, там был арма, это арма, арма Сандер Армур, да, вот это все, Сандер Армур, уже давно, кстати, по-моему, вою, нету, блин, ну, они все офигели, они, они переколбасили, они же совершенно все таланты. Короче, да, я еще хотел сказать про Харстоун, потому что, как выяснилось, вчера или позавчера, в общем, совсем недавно, на этой неделе, Бен Броуд уходит из Blizzard, Бен Броуд, это чувак, который известен своим громогласным смехом, и раньше был там ведущим дизайнером Харстоун, потом был геймдиректором, а теперь говорит, что чуваки, ну, это было прям лицо игры, теперь говорит, что чуваки, я, мне очень нравилось в Blizzard работать, сколько там, типа, больше 10 лет, 15, по-моему, даже проработал, он там начинал с должности Late Night Tester, или типа того, вот, ночной тестер, тестировщик, он вообще, начинал с того, что там пиццу, короче, разносил, бы занес как-то в Blizzard, ему говорят, а мы тут игры сделаем, типа, он такой, воу, а можно у вас их потестировать, ну, давай, и все, вот, и он говорит, что сделает новую компанию, и будет, наверное, делать игры, или, может быть, не игры, но что-то будет делать, в общем, креативное, потому что, потому что, ну, если кто, если кто не понимает, когда человек геймдиректор, вот как Бен Брод, особенно, особенно, наверное, в такой компании, как Blizzard, которая большая корпорация, там, со своей четкой иерархией, и так далее, у него не сильно большая креативная свобода, и он там не то чтобы сидит и карты придумывает, вот, он просто там, ну, митинг, митинг, митинг каждый день, понятно, вот, и наверняка ему это просто надоело, он заработал достаточное количество денег, чтобы не беспокоиться за счет этого, и просто он хочет опять что-то делать, вот, руками, головой, и в добрый путь, короче, может, сделать хорошую игру, это похвальное стремление, на самом деле, то с Харстона, ничего не случится, скорее всего, вот, ну, и, знаешь, типа, он же, лицо игры, он часто с людьми на Рейддите общается, в Твиттере, там, и так далее, общался, и, когда люди ему пишут, типа, да, чуваки, ну, вот, теперь вы продаете по три больших дополнения в год, типа, ни хера ли вы хотите денег, и так далее, он не может ответить, ну, да, потому что, действительно, хотим, вот, и, наверное, тоже им это надоело, потому что, ну, как ты будешь там объяснять, точнее, никак не объясняешь, на этот счет просто молчишь, вот, ладно, ладно, в общем, по-другому проводу удачи, а мы, пожалуй, будем заканчивать сегодняшний выпуск, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам понравился гость, хоть его было не слишком много, но мне кажется, нормально, может, мы его еще увидим, услышим, в будущем, и... это же редчайшее явление, что именно как человек, который может поработать нормально, прийти и поработать нормальным человеком, то есть, потому что у нас нет, у нас ведь знакомых-то практически, я думаю, не знаю, как у Коли, но у меня, например, ну, я не знаю, про кого подумать, но на работе можно найти, вот, людей, которые в, как это сказать, выигры, которые не являются сессионными, сессионными, мимо, то есть, грубо говоря, ни в танке, ни в танке, кроме танков, выигры, кроме танков и кораблей не играют, то есть, такое есть, у меня, у меня есть достаточно людей, но я не знаю, там, будут ли они интересны, слушайте, ну, ладно, в общем-то, если вам понравился выпуск, ставьте лайк, если не понравился, ставьте дизлайк, рейти, комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал в ютубе, в саундклауде, также подкаст можно слушать в айтюнс, там тоже подписывайтесь, если вам удобно, так, но вообще-то лучше подписывайтесь на ютубе, потому что у нас и там и видео другие выходят, вот, что-то, я так понимаю, что на этой неделе я был даже на твиче первый раз, наверное, за полгода, так что на твич можете подписаться тоже, потому что вдруг я там буду стримить в фростпанк на следующей неделе, если повезет, и, если вам прям очень нравится то, что мы делаем, заходите на патреон, ссылка тут везде в описании на экране, там может дать нам денег на развитие проекта, и там написано, зачем эти деньги, куда эти деньги пойдут, почему они нужны, все такое, вот, все, всем пока, всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok